Мы приехали в гости к пастору Александру. Добрый день, пастор. Добрый день. Мне очень интересно было слушать, как вы рассказывали о себе на последнем служении в церкви. И мне очень заинтересовало то, что вы не похожи на пастора, мне показалось. Потому что вы слишком, ну может не слишком, но говорите как-то просто, как вот обычный человек. Поэтому мне очень интересно это было. И вот поэтому первый вопрос мой. Как получилось, что вы стали пастором? После того, как я покаялся, прошло буквально шесть месяцев, и ко мне подошел мой пастор, и это пожилой человек, Давыд Данилович, я его очень уважаю. И он, подойдя ко мне, он сказал, может быть, ты хочешь поехать учиться в библейский колледж? А я на этот момент работал в детской реанимации, я сам по образованию медик. И, ну, я сказал, я хотел бы поехать, мне было это интересно. Вот, я до этого молился. Я, правда, не горел желанием быть пасторем, служителем. Просто жизнь шла своим чередом. И я поехал учиться. Вот, и это была пасторская школа, Бертлен Деннон в Москве. И это был 93-й год. Я отучился три месяца. И было там одно служение, на котором мы молились. То есть он говорил о том, что сегодня особый день, и вы получите слово от Господа о вашем будущем. И я молился достаточно искренне. И я реально слышал о том, что Бог просто в сердце моем сказал, ты будешь пасторем. Хотя для меня это был реально серьезный такой вопрос. Ну, как так? У меня есть пастор, все служения, все ниши, они так заполнены. Церковь на тот момент, она была, очень много было старых верующих. И это была еще не сильная миграция. И поэтому, когда Бог проговорил вот в это сердце, ну, в мое сердце, что ты будешь пасторем, я был удивлен. Но после моего возвращения, буквально там через месяц, ко мне опять подошел пастор и сказал, говорит, ты получил слово от Господа, я слышал. Я говорю, ну да. И он говорит, ну, посмотрел на часы, говорит, у нас есть нужда в том, чтобы послать миссионерам кого-то. Это где-то за 250 километров от нашего дома, от нашего города. И я сказал, хорошо, а сколько у меня времени? Он посмотрел на часы и говорит, ну, две минуты у тебя есть. И так я поехал. И по сути, это было 19 лет назад. И вот таким образом и началось мое служение. То есть я начал миссионером и пастором в малой церкви. То есть я открывал церковь. Вот. И уже по истечении некоторого времени были то лидерские служения, то евангелизация, то преподавание в колледже. Вот. Был момент, когда я вновь возвращался, ну, оставлял не полностью служение, просто оставлял лидерские позиции. Вот. Работал массажистом в больнице. И потом уже буквально через некоторое время, то есть это 12 лет назад, когда уезжал старший пастор, он мигрировал в Америку, и я стал пастором. Хотя был самый интересный момент, вообще вот, как я непосредственно стал пастором этой церкви, я рубил дрова дома. Все очень было просто и банально. Рубил дрова и молился. Как-то есть такая привычка. И... Чтоб топор не... Нет, просто, просто молился на иных языках молился. Молился вот так вот, просто, Господь, благодарю тебя, и так далее. Я только недавно переехал в этот дом, и я молился, и Бог проговорил, а, позвонили по телефону, позвонил Владимир Николаевич, как раз вот пастор, и говорит, Александр, я хочу с тобой поговорить, приди ко мне. Я так помолился, Господи, ну, о чем хочет со мной пасторить? Пастори поговорит. И... Была очень четкая мысль, ты будешь пасторем после него. Ну, это было достаточно так, ну, это, Господи, я еще помню эту фразу, Господи, ну, ты рубанул. Я на тот момент был районным пасторем, то есть, один из помощников пастора. Вот, и я занимался до этого подростковым клубом, то есть, я все время занимаюсь с молодежью, с подростками, то есть, для меня это интересно. Вот, и я приехал к Владимиру Николаевичу, и он сказал, Александр, садись, я хочу с тобой поговорить, ты не догадываешься о чем? И я ему так и впрямую сказал, я говорю, вы хотите, чтобы я был пасторем после вас? И он так, ну, был удивлен такой вот, такой фразой, и хотел, да, конечно, я хочу с тобой об этом поговорить. И вот таким образом и началось мое служение непосредственно пасторем, старшим пасторем, вот, в этой церкви, церковь Храм Божий. Александр, ну, я вообще удивляюсь, все вот так вот, ну, здорово, красиво, но у меня, у меня вот, у меня возник вопрос, вы были медиком, медики, это люди, ну, мне кажется, скептики. Да, вот, хорошее слово, да, они ближе к науке, скажем. Да. И я так понял, вы из семьи неверующих, ну, или не христиан. Да, но очень хорошая семья. Да, но, а как так вот, с легкостью так получилось веровать и вообще стать служителем? То есть, это так нормально, легко все вошло в жизнь? Нет, может быть, даже наоборот. В общем-то, началось все очень просто, банально все просто. Мой отец, он меня учил такой вещи. Если ты что-то делаешь, делай хорошо, чтобы не переделывать. Он, он хороший преподаватель. И вообще, из семьи потомственных преподавателей, учителей, мама директор ДК, отец, один из лучших преподавателей туркестанского оборога. То есть, семья очень хорошая. У меня сестры, одна, директор школы для детей, именно для развития детей психики, а старшая сестра, это директор музыкальной школы. То есть, все вот в таком положении. И когда я решил быть служителем, и вот, как мой отец говорит, ударился в это, то в начале мне было очень просто. Потому что я связался очень крепко с пастырем своим. То есть, я сдружился со служителями, именно старшими. Я за ними везде ходил как хвостик. Мне было это интересно. Вот. И потом, если думаю, если ходить за Христом, то нужно как-то испытать это в полной мере. И как-то это вот в служении все и вылилось. Интересно. Хорошо. Кыргызстан. Это бывшая республика. Киргизия. Киргизия. Это бывший. Целетский союз бывший. Сейчас это Кыргызстан. Кыргызстан. Ну, а вот вы были в разных церквях, и в Америке, и, может, других в России. Отличается служение в Кыргызстане? Или люди, может быть, или церковь отличается? Или сложнее там, или нет? Я вообще замечаю, что я как дома. Я даже пою здесь те же песни, что мы поем. То есть вот в реальности вот ты как будто бы дома находишься. Единственное, вот когда я был у вас на служении, вот в церкви, я очень затосковал по своей церкви. Очень. Прям вот до слез это было. Такой момент, когда вдруг пережил вообще, я так хочу домой. но я замечаю, что люди везде практически одинаковые. Одни и те же проблемы, одни и те же как бы сложности. Ну, может быть, специфика жизни другая, конечно. Может быть, помещения, конечно же, другие. Вот, там, быт людей другой. Но отношения, позиция жизни одинаковая. То есть у верующих людей они сконцентрированы на Христе. Тогда вопрос такой, если переживают верующие в любых странах, в любых условиях одни и те же проблемы, наверное, у вас также есть, существует, может быть, вот такая проблема, как у нас. это проблема поколений, старшего и младшего поколений. То есть молодежь подрастает, у них может быть несколько другие взгляды. Ну, в общем-то, это всегда было. Но как у вас в церкви? Вы справляетесь с этим? Или как у вас с этим обстоит? Вообще сейчас стали справляться. Потому что до недавнего времени было это, вот этот вопрос был очень сложен. Потому что после воскресной школы дети достигают подросткового возраста, и у них почему-то начинается разворот в сторону мира. Вот. И был даже такой серьезный пласт по времени, когда мы потеряли молодежь. Просто потеряли молодежь. И стали задумываться, ну, господи, что-то, что-то как-то нужно менять. И естественным образом потом был такой, мы организовали такой проект, евангелизационный проект, где молодежь могла высвобождаться. То есть они полностью, молодежь могла быть задействована в служении. То есть им много дали для того, чтобы они могли высвобождаться. То есть у нас есть молодежь, которая занимается танцами, занимается брейк, пение, театральное, всякие кружки. То есть вот это разработано, вот это, такой вот механизм для того, чтобы вовлечь молодежь в служение. И на сегодняшний день, вот у нас буквально вчера закончилось третий уровень библейской школы, где обучалось где-то 38 человек. Это уже люди, которые задействованы в служении. То есть это, многие из них имеют лидерские позиции, многие имеют просто позицию ответственности за служение по видео или какой-то другой, ашерская работа, там разный-разный труд. Ну вот из того, что вы говорили, рассказывали о себе, о жизни, о служении, то, что я слышал, я так вот понимаю, что все эти вещи очень тесно связаны с тем, что вы отец. Да. Вы отец, и это влияет на все остальное. И вот вы интересно рассказывали о своих отношениях в своей семье со своими детьми. И вот может быть что-то такое вот ключевое может быть, какая-то может быть или не методика, но какой-то секрет, который вы можете сказать, вот чтобы изменить ситуацию, может быть, в церкви или в семье, когда вот сложности возникают с детьми, с молодым поколением. Что-то вот есть основное такое, на что можно опереться вот в этом вопросе? Ну, когда я вообще задумывался о моем отношении к детям, к молодежи, а так получилось, что мои дочери, они являются частью молодежного служения, вот, и я хочу, чтобы они развивались. Поэтому я дал такую, ну, не то чтобы установку, во-первых, это любовь. То есть я смотрю на этих людей, молодых людей, я должен любить их. То есть, ну, и должен, и могу, и вот, вот все возле этого слова вертится. Вот. С другой стороны, я хочу, чтобы они были свободны. Я никого не заставляю. Я просто открываю, я открываю им правду и предоставляю им возможность что-то делать. Как Слово Божие говорит, то есть, когда Бог говорит, что ныне тебе предлагаю жизнь или смерть, благословение и проклятие, но я тебе предлагаю, выбери жизнь. То есть, то же самое, я ценю вот это. Мне очень нравится быть свободным. Не то, чтобы независимым, это другая вещь, но именно свободным изнутри. И мне, я нахожу в этом свободу. Потому что Христос только дает свободу. Только в Духе Святом ты можешь действительно чувствовать себя полноценной личностью. Я задаю вот именно вот этот тон к молодым людям. Я хочу, чтобы они имели образование. Я хочу, чтобы они были способны там правильно аккумулировать свое время, заниматься своим временем просто. Проводить время в интернете, в общении. То есть, но иметь свободу. Вот. То есть, не заставлять их что-то делать, а дать им возможность заниматься. Но при этом открывать перед ними всю правду. То есть, не иметь такую полуправду. То есть, вот только вот это делайте, только это делайте, только это делайте. Вы делать можете все, что угодно. Павел говорит, что все могу, но не все полезно. То есть, все мне разрешено, по сути дела, все, что угодно. Но не все принесет пользу. И то же самое, у нас есть молодежь, которая окунулась в мир и потом вернулась обратно. И у меня связь с ними по интернету, по фейсбуку, по разным источникам. И у меня есть возможность общаться с ними. И я заметил, что даже когда я с ними общаюсь, если мало пишу, для них это даже лучше. То есть, я им задаю вопросы какие-то и не заканчиваю предложение. Они как-то легче реагируют. То есть, я заметил, что если ты молодому человеку все скажешь, все расскажешь, как вот так, вот так, вот так, ему даже неинтересно становится. Все-таки молодежи интересна там, где неизвестность. Вот я занимался альпинизмом, мне было интересно это. Потому что ну не все рассказать там по фильму, по каким-то рассказам, хочется самому вкусить. Поэтому я думаю, что для молодежи важно это, чтобы они имели возможность вот интересно. Ведь многие рассказывают им о том, что вот как хорошо служить Господу. А как это хорошо? Вот дай им возможность, чтобы это они увидели. господин, кто-то Спасибо за субтитры,